Как оценить устойчивость предприятия к финансовым кризисам, силовлияния операционного рычага? В настоящих условиях рыночной деятельности очень важно знать, то есть прогнозировать готовность предприятия противостоять резким спадам реализации, что характерно финансовым кризисам в системе глобализации рынка. Если бы предприятие могло оценить свою устойчивость к таким резким спадам или подъемам, то, соответственно, можно было бы должным образом реагировать в сфере управления на эти вызовы. Можно ли это сделать? Какая методика подхода? Вот этими вопросами мы сегодня и будем заниматься. Представьте себе бушующее море, шторм, корабль, который то поднимается на гребни, то падает с них, волны становятся все выше и выше, и маленькие корабли кажутся песчинкой среди бушующих водной стихии. Так вот, бушующее море – это рынок, который нестабильный и чреват провалами, кризисами. Предприятие, как тот кораблик среди волн со всех сил, пытается выжить, устоять, но не всем это удается. Однако не все кораблики в море смогут удержаться. Некоторые перевернутся и могут утонуть. Некоторые сядут на мель, некоторые удастся выстоять и благополучно вернуться домой. Но почему так? Дело в случае? Нет. Все дело в том, что разные конструкции позволяют иметь разную устойчивость. Например, маленькая лодочка, плоскодонка, вряд ли сможет противостоять огромным волнам, она сразу же перевернется. Красивая белоснежная яхта с огромными высокими парусами, казалось бы, должна еще быстрее перевернуться от ветра и волн, но нет. Она столько противостоит, нагибаясь своими мачтами чуть ли не к воде. Она как тонкая веточка гнется, но не ломается под напором ветра. Но почему так? А все потому, что устойчивость плоскодонки и яхты разная. Так вот, и предприятия. Одни легко тонут, другие устойчиво противостоят вызовам рынка. Как же добиться устойчивости? И самое главное, как ею управлять? Эти вопросы интересны и важны для любого руководителя или капитана нашего производственного корабля. Надо заранее научиться не просто оценивать устойчивость работы предприятия, но и научиться управлять этим свойством. Наука уже давно придумала методику, как это сделать. Оказывается, все очень просто. Надо оценить динамику соотношения чистой выручки к операционной прибыли. На данный момент. Такое соотношение называется операционным рычагом. Это и есть тот инструмент, с помощью которого можно оценить, а потом и управлять устойчивостью предприятия. Посмотрите внимательно на это отношение и вдумайтесь в его физическую суть. Это для доля чистой выручки, которая припадает на 1 гривну операционной прибыли. Или еще проще. Сколько нужно заработать чистой выручки, чтобы получить 1 гривну прибыли. Но сам расчет мало о чем практически говорит. Все дело в динамическом анализе этой формулы. Предположим, что рынок проваливается и наша чистая выручка падает. Причем темпы падения можно просчитать на определенный перспективный период. Например, в течение года. Что нам подскажет наша формула? Если мы смогли на данный момент просчитать это отношение, то на любом промежутке времени, при изменении выручки, это отношение будет сохраняться. А это значит, что можно будет просчитать относительно новое значение выручки, постоянное значение операционного рычага, знаменатель, то есть операционную прибыль. То есть, зная силу операционного рычага, мы можем спрогнозировать изменение операционной прибыли на момент пересчета. При спрогнозированном падении выручки, финансовый кризис, нет продаж, упадет и операционная прибыль, заработая она ранее, былые времена. Как она изменится? Учитывая, что прибыль есть составной частью собственного капитала, мы можем дать ответ на вопрос. А на сколько времени нам хватит собственного капитала для того, чтобы финансовая структура предприятия смогла выдержать временный период кризиса без кардинальных орг мероприятий? Кардинального сокращения, приостановления деятельности и так далее. Иными словами, мы будем оперировать запасом коммерческой устойчивости предприятия. Просчитав свою устойчивость, запас собственного капитала, мы можем представить, сколько времени запаса у нас есть для принятия управленческого решения. Максимально сохраняя свой кадровый потенциал, структуру деятельности, направление деятельности, при этом надо быть готовым к противостоянию резкому падению реализации иными, наперед с оготовленными вариантами. Например, период кризиса есть возможность заниматься модернизацией и переоборудованием производства, используя упавшие в цене приобретенные запасы с пользой для предприятия, использовать именно время кризиса. Все равно ведь надо когда-то переоснащаться, менять технологию, отрабатывать опытные образцы, перевооружаться новыми информационными системами и прочее. Обычно все эти технологические процессы не дают прибыли, но, ну, то и пусть это будет как раз в период кризиса. Одно условие. К этому надо быть готовым уже сейчас и материально, и морально, и организационно, и финансово. Иными словами, плановая модернизация наперед финансового кризиса это тот запасной ход, которому руководство предприятия должно быть готовым всегда.